Елена Летучая – одна из самых красивых ведущих российского телевидения, журналист и телевизионный продюсер. Всенародная любовь пришла к ней после участия в передаче «Ревизорро». Утончённая блондинка была настоящей грозой российских заведений общепита и отельных сетей. У этой высокой статной блондинки очень много недоброжелателей, но куда больше поклонников. Её напористость, пробивной характер и манера общения многих раздражает, многим импонирует. Однако и те и другие сходятся в едином. На Елену Летучую приятно и интересно смотреть. Неудивительно, что биография Летучей представляет невероятный интерес для поклонников теледивы. Елену часто обвиняют в том, что она увела мужа из семьи и задают нелицеприятные вопросы о нерождении детей в столь уже не юном возрасте. Мы решили приоткрыть завесу тайны личной жизни Елены Летучей и поделиться с вами фактами из жизни знаменитостей. Родилась телезвезда в Ярославле 5 декабря 1978 года в семье двух инженеров-строителей Александра и Людмилы Летучих. Родителей откомандировали на строительство БАМа, и местом жительства маленькой Лены стал суровый город Тында, расположенный в Амурской области. Ей тогда едва исполнилось 7 лет. Лена – единственный ребёнок в семье, поэтому для неё старались все, начиная от бабушек с дедушками и заканчивая родителями. С ранних лет её развивали очень разносторонне. Лена занималась фигурным катанием, училась в художественной школе, прекрасно рисовала, росла непоседливой и любознательной. После школы Лена поступила в Благовещенский финансово-экономический колледж, который окончила по специальности финансист. По окончании учёбы девушка работала в Газпроме и РЖД и хорошо справлялась со своими обязанностями. В 2005 году Елена получила полное высшее образование Российского технического университета путей сообщения по специальности экономика. В 2007 году, перед своим 29 днём рождения, целеустремлённая девушка решилась на крутой поворот в судьбе. Летучая посчитала, что её призвание – журналистика, и пошла учиться в Останкинскую школу телевидения. В это же время она стала появляться на канале Столица. Первой её работой в качестве тележурналиста стала программа о донорах крови, которая вскрыла все уязвимые места российской медицины. Позднее Летучая начала работать на кабельном телевидении. Некоторое время трудилась в компании The Jack Media. Редактором первого канала, студии специальных проектов Лена стала в 2011 году, занимаясь ток-шоу «Пусть говорят» и «Сегодня вечером», телеведущим которых тогда был Андрей Малахов. В 2012 Елена занималась телепрограммами на MTV, а затем стала продюсировать документальные фильмы. Кстати, она работала продюсером документальной картины о рейтинговом сериале «Кухня» и о кухне в Париже, а также откровенного реалити-шоу «Каникулы в Мексике». В своё время на Украине придумали программу под названием «Ревизор» о том, какого качества обслуживания ждёт посетителей в том или ином ресторане и отеле. Нужно отметить, что эта передача уникальна, ни одного аналога ей не существовало во всём мире. В 2014-м российский канал «Пятница» принял решение о создании подобного проекта и выкупил у её создателей формат. Только название звучало несколько иначе – «Ревизорро». Ведущей этого популярного шоу стала Елена Летучая. Нельзя сказать, что её визиты вызывали радость в тех заведениях, которые она приходила с инспекцией. Однако сама ведущая была уверена, что её работа приносит благо соотечественникам, способствует улучшению качества оказываемых услуг в России. Если случались конфликты на съёмках, Летучая всегда вела себя достойно, не теряла спокойствия и самообладания. Она рассказывала своим зрителям, как отстаивать собственные права, если сервис оказался не таким, как его обещал продавец услуг. Ведущая признавалась, что во время первых выпусков «Ревизорро» у неё ещё сохранялся небольшой дефект речи. Ей трудно было выговаривать букву «Р», поэтому, приходя с визитом в очередное кафе, она называла только своё имя и телеканал. Позже, с помощью усердных занятий, Елена скорректировала речь. В 2016 году Летучая получила заветные для любого телевизионщика статуэтки Тэффи. В том же году случились и перемены в личной жизни телеведущей. Её программа сотрудничала с охранным агентством бизнесмена Юрия Анашенкова. Юрий когда-то работал в системе МВД, где дослужился до звания майора. Затем ушёл в бизнес, владел коллекторским агентством и затем частным охранным предприятием. До встречи с Летучей он жил гражданским браком с Асмик Вайерейтор, мелконян, искусствоведом и блогершей. В семье росли двое сыновей – старший от первого брака Асмик и младший, рождённый в браке с Анашенковым. Отец ушёл из семьи, когда младшему сыну было всего девять месяцев. Счастливая семейная жизнь продолжалась шесть лет, вплоть до того, пока фирма мужа не стала сотрудничать с программой Летучей. Из рабочих их отношения очень быстро перешли в романтические. Затем последовало расставание с Асмик, и уже через несколько месяцев Анашенков и Летучая сыграли красивую свадьбу на Санторини. В программе канала НТВ «Звёзды сошлись», бывшая гражданская жена Юрия, Асмик Вайерейтор, утверждала, что он не платит алименты на детей. Асмик заявила, что муж ушёл от неё, оставив в сложном положении. «Мне ничего в итоге не осталось, только долги. Мы делали ремонт дома, нужны были финансовые вливания. Я продала машину. Потом опять потребовалось вложить большую сумму. Я взяла в долг у друзей. Когда мы расстались, он сказал, «Ты брала деньги, ты выплачивай», – заявила Асмик. Несмотря на роскошную жизнь, Юрий Анашенков в суде отделался от бывшей супруги алиментами в размере 13 900 рублей. Да и те попытался оспорить, попросив суд снизить их размер в половину – до 6 900. Бывшая жена Юрия опубликовала в социальной сети документ, в котором как раз тот требует снизить сумму алиментов на каждого ребёнка. У Анашенкова есть ещё сын от первого брака с Евгением Зайченко. Многие удивляются, что женщина не выдвигает требований к экс-супругу. Анашенков утверждает, что слова бывшей – ложь. По словам мужа Летучий, он хотел бы, чтобы сын жил с ним. Он с огромным удовольствием забрал бы сына к себе, чтобы не выпрашивать на выходные, на каникулы, в отпуск. «Но почему-то в мире считается, что ребёнку лучше с мамой. Я сделаю всё, чтобы он знал, что я его отец, человек, на которого можно положиться, чтобы у него было всё, и он был счастлив», – ответил на один из комментариев Юри. Для 38-летней телеведущей этот брак стал первым. Сейчас супруги проживают в шикарном доме, где когда-то проживала с Юрием и детьми Асмик, ездят по всему миру, путешествуют по самым дорогим курортам планеты. Весной 2016-го стало известно о том, что телеведущая покидает проект «Ревизорро». Поклонники сразу начали выдавать различные варианты этого ухода – от конфликта с руководством до беременности телезвезды. Всё разъяснило интервью, в котором в ответ на вопрос, почему ушла из шоу, Елена объяснила, что не покидает программу, а становится продюсером. По слухам, муж Елены Летучей сыграл не последнюю роль в решении, опасаясь за жизнь и здоровье избранницы после некоторых неприятных инцидентов во время съёмок. Когда Елена снимала московские сезоны финального «Ревизорро», ей начали звонить люди с угрозами и с предложениями взяток. Тогда у теледивы был сумасшедший стресс, и она боялась, что взорвут её машину. Юрий нанял охрану, защитил женщину. Елена ходила с готовыми инструкциями, как себя вести, если произойдёт нападение, если кто-то что-то спровоцирует. Поэтому Елена благодарит Бога за то, что рядом с ней именно такой мужчина. Общими детьми пара пока не обзавелась. У Елены часто спрашивают, почему она до сих пор не стала мамой. Обычно ведущая уходит от дерзких вопросов, однако сейчас решила ответить, расставив все точки над «и». «Я отношусь к этому спокойно. У нас дома есть дети, дети мужа. И у меня нет ощущения незаполненной ниши. Да, мы работаем над тем, чтобы у нас были и общие дети. Хотели бы девочку, потому что дома два пацана». Муж говорит «Хочу девочку, чтобы её можно было тискать». Посмотрим, как будет, так и будет. Я не переживаю на тему, получится или нет. Но вообще женщину в 43 года спрашивать, когда уже дети, это как-то не совсем нормально, заявила Летучая. Телезвезда считает, что многие женщины выходят замуж и рожают детей от отчаяния, смотрят на других и повторяют. А в результате в России огромное количество одиноких женщин, несчастных, нереализованных и разведенных. Она же к этой категории не относится. Ведущая не зациклена на детях. Если у Летучей не получится забеременеть, то она сконцентрируется на других вещах. Зато ведущая отлично ладит с сыновьями супруга от предыдущих отношений. Летучая с мужем старались очень аккуратно, мягко устроить знакомство с мальчиками, чтобы у детей ни в коем случае не было стресса. Какое-то время Елена сторонилась их немного, чтобы они могли чувствовать себя свободно. Но сейчас у телеведущей и парней прекраснейшие отношения, они охотно и интересно проводят время вместе. Этот опыт общения с наследниками очень помог звезде, когда она познакомилась с ребятами в шоу «Детки-предки». А вот о планах звезда телевидения говорить не любит. Она не боится рисковать в своей карьере. Со слов Дивы, рядом с ней лучший мужчина в мире, который ее оберегает, родители, которые ее любят и которых любит она. У нее прекрасная свекровь и прекрасные племянники. Елена не знает, чем будет заниматься через пять лет. «Может быть, вообще брошу телевидение и уйду в другую отрасль? А может меня вообще не будет через пять лет? Я не знаю». Поделилась Елена в интервью.